25 звездных дней 21 ноября по всей стране стартовала акция 25 звездных дней Она приурочена к предстоящему юбилею независимости Казахстана В Петропавловске в честь этого события во Дворце спорта Александра Винокурова Организовали большой танцевальный флешмоб Большое сердце, а в центре число 25 Независимости Казахстана четверть века Флешмоб подготовили студенты Назарбаев интеллектуальной школы В нем участвует порядка 500 человек До 16 декабря казахстанцы вспомнят, как происходило становление республики и чего мы добились Кстати, у каждого дня акции будет своя тематика Первый о конституции страны Основной закон гарант казахстанской независимости и не только, отметил глава региона Ерик Султанов Достижения страны в экономике, стабильность в стране, международное согласие, достигнутые на основе главного закона страны Наш долг бережно относиться к конституции, уважать ее, как свою родину, историю и достижения В течение 25 дней, в преддверии юбилейной даты, мы будем суммировать все достижения, которые казахстанцы достигли за четверть века В развитии каждой сферы проделана огромная работа Благодаря труду истинных патриотов мы встречаем юбилей с такими успехами, говорит Нелли Иванова Наши рабочие, ученые, интеллигенция, писатели, спортсмены, артисты являются свидетелями того, что наши североказахстанцы прославляли и еще прославят наше Отечество Удержать достигнутые позиции и преодолеть новые вершины – это задача в первую очередь для молодежи Реализовать ее есть все возможности Образовательная система страны за 25 лет вышла на качественно высокий уровень, отмечают североказахстанцы Мы как страна, допустим, и непосредственно Назарбаев интеллектуальной школы стараемся принести международные стандарты в нашу систему образования, чтобы каждый учащийся в нашей стране получил достойное образование Поэтому мы являемся той экспериментальной площадкой, на которой мы адаптируем международный опыт, используем наш лучший опыт Впереди 25 дней, чтобы каждый из 25 звездных дней стал ярким и насыщенным Во всех районах подготовили свои праздничные планы мероприятий Автопробег, акция среди населения на знание государственного гимна, текста Флэшмоб, селфи-флэшмоб с государственными символами Также мы планируем с Тимуровскими отрядами У нас с начала года мы помогаем пожилым людям, нашим ветеранам Мы их никогда не забываем Также будем помогать И запланировали, ну, акция уже началась По сбору игрушек, теплых вещей Вот именно малообеспеченным, многодетным и детям-инвалидам, которые нуждаются Почетная миссия и у всех, кто отмечает свой 25-й день рождения вместе со страной Эта книга – пожелания ровесников независимости Североказахстанской области Побывает во всех районах, чтобы каждый именинник написал свои поздравления стране Старт акции 25 звездных дней дали и во всех районах Северного Казахстана Там с концертами побывали творческие коллективы Петропавловска Это свыше 200 артистов филармонии и областных театров Государственный язык – тема четвертого звездного дня в рамках республиканской акции «Улы-далай-елы – 25 основ независимости» О значимости развития трехязычей Акимобластик говорил с молодежью региона Роль государственного языка в становлении независимости страны сложно переоценить Отметил Ерик Султанов За четверть века мы прошли исторический путь, на который другие государства тратят века Это стало возможным благодаря труду всех казахстанцев, которые продолжают традиции предков В Казахстане государственный язык является главным фактором национального единства И силой, объединяющей народ нашей страны В зале представители разных профессий – учителя, военные, госслужащие Все они полиглоты и в большинстве своем знают не только русский, казахский и английский Марина Писаренко, к примеру, еще владеет немецким Любовь к государственному языку у нее появилась еще в школе Все благодаря учителям, говорит лейтенант Иностранные заинтересовали позже, уже в университете Казахский язык мне всегда нравился изучать Я до сих пор его изучаю Сейчас планирую записаться на курсы дополнительные по изучению казахского языка Английский и немецкий язык также изучаю Но казахский сейчас уже более нужен, мне кажется, для службы именно для моей А вот Жандоса учить языкам начала бабушка Она понимала, что в многонациональном Казахстане это будет важным и полезным навыком В годы освоения Целины в нашу республику прибыли представители многих национальностей Моя бабушка плечом к плечу работала с ними Она всегда считала, что дорогу оселит идущий Ей всегда было интересно общаться с представителями многих национальностей Слушать их речь Бабушка всегда говорит мне, что только тот до синих всех высот узнает много языков Каждый из участников форума поделился своей историей и планами на будущее Во время разговора меня язык общения Будущее именно за активной и целеустремленной молодежью, отметил Ерик Султанов Еще раз, конечно, мы убеждаемся, что наша молодежь одна из самых талантливых в мире То, что вы легко говорите на трех языках и даже на четырех и на пяти Это нас воодушевляет и радует И то, что представители других этносов свободно владеют государственным языком Это тоже радует И видно, что это не так сложно при хорошем обучении и желании нашей молодежи И вот полиглоты получают заслуженные награды к юбилею независимости Вручат благодарственное письмо и Наталье Горбатовой Она выучила в совершенстве государственный язык и уже семь лет преподает его детям Русский учитель казахского языка – это лучший пример для школьников, отмечает педагог Во-первых, в наше время это стимул для детей То, что я русской национальности преподаю казахский язык На меня глядя, можно сказать, что дети, даже некоторые выпускники наши То хотят, а можно мне пойти учиться на казахский язык То есть они на меня смотрят, им тоже хочется говорить Всего благодарственными письмами отметили шестерых североказахстанцев Россия – Казахстан В Петропавловске прошел форум приграничных территорий Его основная тема – перспективы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС Диалоговую площадку организовали в рамках акции Национальной комиссии по делам женщин И семейно-демографической политики «25 полезных дел» На встрече детально говорили о развитии женского предпринимательства и гендерного равенства Сегодня казахстанские бизнес-леди производят порядка 40% республиканского валового продукта Они освоили различные направления деятельности и возглавляют половину предприятий страны в сфере МСБ Наша задача сегодня – еще раз акцентировать важность и необходимость евразийской интеграции и евразийского сотрудничества Нурсултан Абишевич сказал совершенно уникальные слова о том, что перспективы Евразийского экономического союза являются ключевым звеном в возрождении Великого Шелкового пути И мы считаем, что кто, как не женщины, сегодня должны объединяться, активизироваться в своих действиях и раскрывать новые формы и направления сотрудничества Приветствую делегатов, глава региона отметил – роль женщины в социально-экономическом развитии трудно переоценить За 25 лет независимости в Казахстане проделана большая работа по расширению прав и возможностей женщин При этом важное внимание уделяется обеспечению экономического продвижения, социальной безопасности, соблюдению прав и свобод, искоренению насилия и всех видов дискриминации Все больше североказтанских женщин проявляет инициативу политической ответственности В Североказтанской области шесть политических государственных служащих, одной из них является женщина На приграничный форум съехались свыше 400 делегатов Это тюменцы, курганцы, амичи, представители Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областей Все они делятся успехами женщин и тем, как им развиваться помогает государство И в Казахстане и в России есть программы, которыми могут воспользоваться предпринимательницы К примеру, в Омске уже несколько лет обсуждают идею занятости женщин, которые сидят в декрете Хотят запустить проект «Мама-предприниматель» В Омской области социальный бизнес получил свое развитие с 2010 года И здесь мы одни из первых в стране И наша региональная программа, она взята для основы, для тиражирования в других субъектах Российской Федерации Школа социального предпринимательства ежегодно дает путевку в жизнь более 100 новым социальным предпринимателям Представительницы прекрасной половины нашей области заняты в торговле, сельском хозяйстве, в промышленности Но большая часть женщин, конечно же, по традиции выбирает профессии учителя и медика Заметно растет их число и в бизнесе Для развития женского предпринимательства в области принимаются всесторонние меры Оказывается консультативная, образовательная, правовая и прочая поддержка К примеру, если в 2010 году государственную поддержку получила одна женщина-предприниматель То в 2016 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» Из одобренных 261 проектов 39 реализуются с участием женщин В ходе диалога казахстанцы предложили соседям следующий форум провести в Омске Россияне идею поддержали Глава Северного Казахстана Ерик Султанов пообещал провести переговоры с губернатором После пленарного заседания делегаты продолжили работать в панельных секциях Вековой юбилей отметил наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Павел Яковлевич Борельченко С сотым днем рождения фронтовика поздравил и Аким области Ерик Султанов К этому дню семья Борельченко серьезно готовилась Павел Яковлевич сам встречает гостей Фронтовику глава региона вручает подарок Мы восхищаемся, восторгаемся, какой у нас уникальный человек Сто лет прожили Вы приняли участие в становлении народного хозяйства В Великой Отечественной войне Вот Ленинград защищали, правильно? Курская дуга Я начал воевать на Курской дуге и на Берлина Я освобождал, считай, Украину Особождал, Беларусь Павел Яковлевич воевал в составе 2-й воздушной армии Центрального и Белорусского фронтов Сегодня он единственный летчик из 216 петропавловских солдат Победы Боевые заслуги ветерана отмечены орденами Красной Звезды Великой Отечественной войны второй степени А также медалями за отвагу, за взятие Берлина, за победу над Германией В свой день рождения ветеран не хочет вспоминать о войне С воодушевлением говорит о мирном настоящем, о достижениях нашей страны за 25 лет независимости Рассуждает о будущем, заботится о молодом поколении В жизни было всякое И взлеты, и падения, и горе, и радости Хочется, чтобы люди, живущие в нашем обществе Их мечты сбывались, надежды сбывались, радость сбывалась Рядом его верная спутница жизни Нина Андреевна Вместе они уже почти 70 лет Воспитали двоих детей, прошли через многое Но, несмотря на все испытания, всегда были счастливы, говорит жена ветерана Потому что он, как муж, как отец, всегда создавал комфорт Мы не нуждались ни в питании, ни в одежде Мы не нуждались ни в какой-то заботе, кроме его О годах дружбы с юбиляром говорит Степан Башкиров С Павлом Яковлевичем он познакомился после войны, когда тот был директором 21-й школы Своих учеников юбиляр старался воспитывать активными и спортивными, но, главное, хорошими людьми Вместе ветераны ездили на Парад Победы в столицу, помогали друг другу справляться жизненными сложностями Он много очень знает и старается именно высказать ту мысль, что все правильно Я от него многому-многому научился И поэтому я благодарен ему, что именно я познакомился с таким человеком, как Павел Яковлевич Спасибо, дай Бог, чтобы еще ему сколько лет, сколько сможет прожить Биохим вновь заработает В ходе своей рабочей поездки в Таиншинский район глава региона Ерик Султанов посетил этот комплекс Завод по производству биоэтанола в Северном Казахстане был открыт 10 лет назад Вскоре предприятие закрыли После долгого простоя один из прорывных проектов региона планирует снова запустить Его передали на баланс товарищества Biooperation Восстанавливать предприятие планируют вместе с инвесторами, акционерным обществом Казмунайгаз и компанией BioLine KZ Сначала проведут ревизию мельницы, а затем цеха по производству крахмала и клейковины Затем займутся установкой нового оборудования Закупить его хотят в России, Китае, Турции и Великобритании Работы предстоит немало Глава региона Ерик Султанов поручил не откладывать ее в долгий ящик Надо сейчас думать, понимаете, вот сейчас взять котельную запустить Запустить склады, запустить мельницу И начать работать Все расходы, которые вы сейчас текущий будете нести за счет мельницы, будете забирать назад Если сейчас спрос есть на муку, на все спрос есть То есть даже говорить о том, что вы сейчас складываете деньги Вы можете вот эти все эксплуатационные расходы вернуть за счет Но тогда уже производство начнет дышать Вот тогда начнет возвращаться жизнь сюда Для подключения коммуникаций есть все технические условия Проблем с водными резервуарами здесь нет Для обеспечения энергоснабжением планируются переговоры с компанией КИГОК Глава региона выразил надежду, что восстановление комплекса будет проведено в срок Инвесторы поблагодарили Ерика Султанова за поддержку и отметили К работе они полностью готовы Планируется выполнение комплекса работ С декабря месяца планируется выполнение ревизии мельничного оборудования Будут выполнены работы по восстановлению внешнего электроснабжения, внутреннего электроснабжения, ремонта котельного оборудования Строящийся жилой комплекс Казылжар Общежитие для специалистов Севказэнерго и канализационные очистные сооружения Объекты, на которых побывал глава региона Ерик Султанов Строительство этого дома начали в 2014 году 13 этажей уже возвели на подходе 14-й Многофункциональный градостроительный комплекс из трех домов Это проект компании Казгородстрой Они позаботились и о благоустройстве территории Большое внимание уделили детям Во дворе появились две современные спортивные площадки Будут горки, аттракционы и сооружения в виде большого корабля Акцент на качество и безопасность Это отлично, это просто суперсовременно и правильно Для детей это надо делать Это я вам скажу, это сегодня будет лучшая детская площадка в нашем городе Я не знаю, и в округе, наверное И вот в этом духе надо продолжать Не забыли при разработке проекта и об автолюбителях Места в большом подземном паркинге уже давно раскуплены Квартира здесь сколько всего? 300 300, да? Машин 200 будет здесь как минимум А то 250 из них, 60 уже зайдет сюда У нас еще наружная стоянка На месте подстанции Мы подстанцию перенесем по весне Заасфальтируем И улица Маяковск, она не проездная Там тоже на самой улице будет стоянка Проезд оставим и пусть составят машину Хорошо Хорошо, вот такой вот современный паркинг сделан Значит, компания Казгородстрой Очень качественно, хорошо выполнено Сейчас полы завершатся и паркинг уже продан полностью Далее Ерик Султанов ознакомился с работой по модернизации канализационных очистных сооружений Сегодня на объекте работают более 70 человек 19 декабря планируют два резервуара отдать Отдать полностью? Да А это изоляцию будешь делать? Изоляция, обратная отсыпка, все Все сделаешь? Все, все В середине декабря в Петропавловск доставят часть оборудования Остальное ждут до конца месяца И тогда все работы смогут завершить в срок У нас планы четкие есть Для конца года у нас 80 миллионов освоений Мы полностью освоим Сегодня мы предприняли меры по новому суппотребчику И у нас резервуары будут готовы А это будущее общежитие для сотрудников Севказэнерго Компания приобрела здание за 250 миллионов тенге Здесь 90 комнат По словам генерального директора акционерного общества Леонида Ларичева Внешние коммуникации полностью готовы Сегодня здесь ведутся отделочные работы А сдать жилье планируют в следующем месяце Тема шестого звездного дня Гражданское общество Глава региона встретился с представителями местных и республиканских СМИ Ерик Султанов отметил, что сегодня жизнь социума нельзя представить без газет, радио и телевидения Они активно вносят свой вклад в развитие нашей области Журналистское браке Северного Казахстана удалось сохранить и приумножить все лучшие традиции коллег-предшественников Информационное пространство региона богато разнообразными изданиями Сегодня у нас насчитывается 62 государственных частных газет, журналов, телеканалов, радиостанций, интернет-ресурсов Постоянно совершенствуется полиграфическая база материально-технического оснащения Реализуется программа цифрового вещания В честь 25-летия независимости Казахстана Ерик Султанов вручает почетные грамоты Их получают шеф-редактор газеты «Вести» района Макжана Жумабаева Ольга Владюк И корреспондент газеты «Айртаусские зори» Наталья Еременко Ее материалы в печатном издании публикуются 13 лет Я себя отношу к тому поколению, когда в сложные 90-е вместе с нашей республикой нам приходилось делать первые шаги Это был выбор Нам нужно было делать выбор профессии, выбор своего будущего И сегодня мы видим, что мы сделали правильный выбор Вместе с нашим президентом, с Ельбасым, мы шли в правильном направлении За эти годы многое достигнуто нашей страной И в социально-экономическом развитии, и в политическом плане Наша страна стала узнаваемой на мировом пространстве А руководителям СМИ глава области вручает благодарственные письма Этой наградой удостойны коллективы медиахолдинга «Казылжарок Парад» Издательство «Северный Казахстан» Телеканалов «Первый Северный», «Казахстан Петропавл» и «МТРК» Здесь же подвели итоги областного конкурса среди масс-медиа На лучшие публикации в республиканских и областных информагентствах Радио, ТВ и газетах по освещению социально-экономического и общественно-политического развития области Победители определили по восьми номинациям Лучшим в освещении реализации госпрограмм стал наш коллега Риад Шони Первый мой сюжет был про монтеров Конкурс монтеров, был соревнование в Бишкуле И потихоньку, более серьезные такие сюжеты пошли у меня Выезды с Акимом области в разные районы Объекты, коммунировки в Астану было 500 десятилетий казахского ханства праздновалось И вот недавно пресс-тур по объектам Экспо было Вот недавно я приехал Самое важное я узнал, что первый меморандум национальной компании Экспо Заключила с Североказахстанской области Наше предприятие туда доставляет стройматериалы Это приятно было услышать В завершении встречи глава региона выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество От всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов Чтобы у нас положительных, хороших материалов было больше Но это зависит в первую очередь, конечно, не от журналистов, а от исполнительной власти Награду к юбилею страны получили порядка 30 журналистов Участники встречи сделали фото на память Аким Петропавловская, нуратановцы в рамках республиканской акции 25 звездных дней посетили детскую деревню Здесь в шести домах воспитываются 43 ребенка В последнем живут пять детей Гостей встречают песнями Я казах, в Казахстане я живу И люблю я родину свою Дети, немного смущаясь, рассказывают, чем любят заниматься в свободное время Какие у них успехи в школе Марат Тасмаганбетов поздравил ребят с 25-летием независимости страны И отметил, в нашем государстве делается все, чтобы у подрастающего поколения было счастливое детство Вам, подрастающему поколению, строить все достижения нашего независимого Казахстана Но в той же мере, я думаю о том, что в жизни каждого ребенка есть место сказки Есть место чуду Поэтому каждый из нас сегодня принес подарки Но в той же мере, в целом, мы хотим, чтобы в ваших глазах всегда была искорка счастья В рамках акции «25 звездных дней» воспитанникам этого дома подарили большой телевизор и сладости Я живу в этом доме, в детской деревне уже третий год Мне очень нравится в детской деревне, нравятся воспитатели, дети Нам очень нравится, что когда к нам приходят гости, нравится, как их угощать, знакомиться с ними Пылесос, микроволновая печь, музыкальный центр, электромясорубка Без презентов не остался ни один дом По секрету дети сказали, на следующий праздник они загадали, чтобы им подарили современные мобильные телефоны Диагностика, лечение, реабилитация и профилактика Центру семейной медицины «Панацея» один год Еще недавно Анастасия Ардицкайте наслаждалась красотами Турции Семейный отдых обернулся походом в медицинский центр Когда вернулись домой, из-за смены климата появились признаки простуды Вылечить кашель Анастасии и ее 4-летней дочери помогают здесь Несколько процедур в физиокабинете уже дают результаты Обслуживание прекрасное, чувствуем себя как дома Поэтому я думаю, что в дальнейшем будем только здесь Что очень удобно по записи, то есть не надо ждать, как в больницах В любое время цены очень приемлемые Ежедневно физиолечение здесь получают около 20 пациентов Невролог, ортопед, гинеколог Работают в центре «Панацея» 26 врачей первой и высшей категории Михаил Кувычко за несколько минут поставит диагноз в кабинете ультразвуковой диагностики Аппараты экспертного класса Мы можем смотреть весь спектр Начиная с сосудов головного мозга И кончая коленями, глазами, сосуды шеи и так далее Я уже не говорю о внутренних органах В «Панацея» все обследования делают оперативно и профессионально Гемоглобин, тромбоциты, эритроциты Японский аппарат позволяет получить самые точные результаты в течение всего 5 минут Здесь делают анализы только капиллярной крови, то есть из пальца Что очень удобно для самых маленьких пациентов Мы работаем с пациентами как городскими, так и с районами То есть пациенты с области У нас существует предварительная запись Если пациент не успевает или перенес время своего визита Это все очень легко корригируется У нас существует обратная связь между регистратором, пациентом и доктором В планах у руководства частной клиники расширить перечень услуг Кстати, медицинское обслуживание здесь не только платное С января 2016-го «Панацея» работает в рамках госзаказа В начале 2016-го года, благодаря развитию государственного частного партнерства На базе центра открыт стационар дневного пребывания для детей Для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Коллектив профессионалов и оснащения центра позволяет выполнять госзаказ на 100% Отдельно хочется поблагодарить Департамент комитета оплаты медицинских услуг По Северо-Казахстанской области И лично господина Нургалиева и госпожу Гордееву За то, что нам оказывано такое высокое доверие Надеемся, что в 2017-м году мы продолжим наше плодотворное сотрудничество Также хотелось бы выразить благодарность Министерству здравоохранения Республики Казахстан И областному управлению здравоохранения по Северо-Казахстанской области За помощь в развитии частной медицины Любовь Сарсенбаева водит на прием к специалистам центра внука Тамерлана У мальчика сколиоз И чтобы восстановить здоровье, ему необходим комплексный курс лечения Дневной стационар «Панацея» он посещает по направлению с детской поликлиники Кстати, здесь есть специальная палата, где можно отдохнуть между процедурами Мы состоим на учете у ортопеда У нас по бесплатной программе периодически направляют лечить внука Ему 7 лет Мы довольны здесь всегда получаем полный объем лечения Специалисты хорошие, очень лучшие в городе В центре ведут электронную базу данных В таком же формате делают и выписки пациентам За 12 месяцев за помощью сюда обратились более 7,5 тысяч человек Кстати, в медклинике есть система скидок для детей до года и пенсионеров Записаться на прием или получить справку можно по телефону 501-505 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok